Последний день лета всегда немножко грустно, ведь как поется в песне, лето это маленькая жизнь, солнечная, яркая, запоминающаяся. Давайте узнаем, чем лето 2017 запомнилось жителям столицы. В этом лету у меня поступили старшие дети, как бы стали взрослые, закончили школу и поэтому стали взрослые. Единственный уже взрослый шаг у них, большая жизнь. Да, ну вот первое лето наше такое. У меня огромное событие летом 2017 года прошло. У меня родился сын, его зовут Мирон, 10.07. июля. Вот это огромное событие в нашей жизни. Этим летом мы узнали о том, что будет у нас пополнение. Вот, поэтому, конечно, это самое такое счастливое событие и грандиозное. И сбудется мечта моего мужа о сыне. Вот, так что мы счастливы. Лето, то есть отдых от школы, вот, целых три месяца. Мне понравилось это лето с красотой. В этом году я иду в школу. Деревня был. Там ловил рыбу много. Этим летом мне подарили собаку. Я давно мечтала о роликах новых. И мне этим летом подарили новые ролики. Я давно мечтала с родителями съездить в Белоруссию. И моя мечта исполнилась. Мы приехали из Калининграда. Мы здесь не были уже довольно долгое время. Нам все понравилось. Я просто очень люблю лето. И проводить отдых с детьми – это, ну, великое счастье, удовольствие. Поэтому очень рада посетить были ваш город. Спасибо. Я первый раз за границей. Мне заполнилось красивой страной, красивыми людьми и очень интересными новыми вещами для меня. Я очень не хочу отсюда уезжать, а уезжаю сегодня. Поэтому спасибо вам за гостеприимство в этой стране. Мы практически каждый год приезжаем к вам летом в Минск. Нам очень нравится ваш город. Он расширяется у вас, растет. Много новых зданий, исторических центров. Все это нам очень понравилось. Я живу в Испании. Я приехала в Минск. Вот родители повидать. Я сюда приезжаю все время летом. И оно мне заполнилось, потому что мне очень нравится Минск. Тут как-то так все стало по-другому, красиво. Лето 2017 заполнилось классными ночными прогулками, отдыхом на море и вообще всем. Мне понравилось. Лето во все приятное время года. Что бы там ни было. Ты даже вспоминаешь стихи какие-то. Там Пушкина. Ездили загорать, отдыхать у бабушки в деревне. На лагерь ездил. Был очень весело, зовел на моих друзей. Первый раз в жизни побывала в Колумбии, попробовала местную кухню. Очень понравилось. Этим летом я построил дом. Хороший урожай вырастили в этом году. Купил себе автомобиль, о том, о котором очень долго мечтал. Первый раз ездил без родителей хоть куда-то за границу. Мне очень понравилось. Было интересно. Был в Германии, в южном городке Нагольде. Классно привез к море впечатлений, кучу новых знакомств. Мне очень понравилось. Это лето запомнилось для меня переездом в столицу из своего родного Полоцка. Ну а также этим летом я попутешествовал наконец-то по нашей Белоруссии. Давно такого лета не было дождевого. Все время дождь, гроза, ветер, шум. Ну только несколько раз мы были в такой жире. Хоть немного в августе нас порадовало теплом. Она очень жаркая и крутая. Особенно в деревне. Каждый день на речку. Июнь прохладный. Но чтобы июнь и больше половины июля прохладный и дождливый, такого я впервые вижу. В Минске всегда лето прекрасное. Было и в этом году тоже прекрасное. И хоть прощание с теплой порой неизбежно, оно лишь для того, чтобы встретиться с летом вновь. Пускай солнечные воспоминания греют вас как можно дольше. Вероника Ротинская, Илья Хаткевич и Андрей Иваненко. Утро студия. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин